У нас сейчас участники будут подключаться, тогда мы с вами начнём эту встречу, у нас начнёт говорить Татьяна, и я в конце подключусь, тоже добавлю, вот, и больше сегодня моя функция такая помогать, да, поддерживать это пространство, и я пригласила Татьяну для того, чтобы она в преддверии практикума нашего ангела и демона поделилась вот этим своим глубоким многомерным видением, вообще откуда берутся сущности, откуда берутся светлые силы, да, тёмные силы, и как это происходит в нашей жизни, как это отражается на нашей жизни. У Татьяны очень глубокое видение, она 21 год провела в медитациях, всевозможных школах, в ретритах, и невероятная энергетика, Таня, она достигала состояния соматки, если вы знаете, соматка это состояние просветления, да, из этого состояния ей открывались такие истинные, да, очень глубокие знания, я с Татьяной общалась живую где-то около недели, да, то есть у меня был такой ретрит, я с Татьяной, пет-от-эт в очень плотном таком сотрудничестве провела ровно неделю, да, и у меня после этого тоже большие внутренние трансформации, и Танечка, конечно, обладает огромной, такой мощной энергетикой, вы это сами всё почувствуете, она сегодня будет рассказывать про мерности нашей телевины, да, где какие-то измерения, каких измерений мы закрываем, да, периодически, давайте попросим выключить звук, да, чтобы нам не мешало, да, и звуки не записывались на записи, да, чтобы их не было, этих посторонних звуков, и у Танечки есть такая вот классная особенность, да, классный дар, вот чисто такого, знаете, экстрасенса, которого вот я, наверное, образ такого экстрасенса запомнила из детства, когда-то к нам пришла женщина, я училась в первом классе, и она говорит, а я экстрасенс, и вот давайте я вам сейчас буду транслировать какие-то энергии, какие-то запахи, да, и вот сидят дети, да, сидят родители, я вам клянусь, каждый чувствовал вот эти запахи, да, она говорит, сейчас я вам покажу запах сирени, да, или сейчас я вам покажу запах розы, да, или сейчас я вам передам вот это чувство солнца, да, на коже, либо чувство влаги на коже, и представляете, сидел класс, да, сидели классные руководители, родители, дети, взрослые, И вот абсолютно каждый это почувствовал. И Таня, она такой вот, как прототип для меня, вот из детства такого прям классного волшебника, экстрасенса, который обладает таким же даром, не через какую-то загрузку, не через убеждение, показать нам какую-то духовную истину, которая открылась из-за её состояния, и протранслировать конкретно, какие измерения есть, то, что есть измерение страхов. То, что есть измерение конкуренции, есть измерение нужды, где мы застреваем, а есть другие измерения, есть измерение благости, любви, благодарности, когда мы возвышаемся в своих вибрациях, когда мы чувствуем себя просто прекрасно и можем творить уже из этого состояния. И Таня, она сегодня будет не просто рассказывать вводную лекцию, давать там теорию, всё, что она будет говорить, она будет это транслировать тем, кто будет онлайн. Я не знаю, как это будет работать в записи. Таня, скажи, пожалуйста, как это по записи? Это будет работать в записи, мы просто попросим. Тонкий план из создателя, чтобы это всё осталось в записи. Да, да. И мы получим задание. Да, Татьяна расскажет вообще, как устроена наша Вселенная, откуда берутся сущности. То есть вы посмотрите эту встречу, да, и у вас будет чёткое понимание, откуда это всё берётся, да, то есть глубокое понимание. И потом, да, в записи тоже, да, можно будет пересмотреть, да, и мы старались там, я попросила дизайнера сделать картинку, да, чтобы у нас был визуал, чтобы мы могли посмотреть то, что Таня видела из самадхи, да, из состояния просветления, и посмотреть вот эту вот её картинку, которая ей открылась, да. И сразу хочу отметить, что это не просто какая-то теория, да, то, что Таня там что-то придумала, где-то летала. Это всё работает, да, потому что Таня, она работает с людьми, она использует эти знания, да, которые ей открылись из её личного потока, её учеников, у клиентов очень крутые результаты, да, я это знаю, как бы мне по-наслышке. Вот, и я Тане предложила привести эту практику вместе со мной, потому что по теме сущностей просили очень давно, и я всегда такая, не-не-не, я про сущности не буду ничего рассказывать, потому что, ну, как есть сферы мастерства, да, где каждый ас, да, как бы в своём деле, и, как говорится, занимайся каждый своим делом, где ты мастер, да, где ты ас. И вот я по теме сущностей совершенно не мастер, да, не профи, но вот когда я с Таней познакомилась, её послушала, я поняла, что я вот круче, да, и лучше знаний по этой тематике вообще никогда не слышала, хотя я там изучаю, да, там, всякие школы, направления, да, там, духовность, эзотерика, психология с 14 лет, да. Вот за 23 года я, получается, вот то, что Татьяна говорит, не встречала, да, Татьяна согласилась, и сегодня у нас такой формат, как бы это будет как вводная лекция для практик, мы её решили провести открытой, да, чтобы, во-первых, вы познакомились и со мной, познакомились и с Татьяной, да, может быть, кому-то откликнется из вас то, что мы даём, и вы захотите прийти позаниматься на практику, он пройдёт уже в субботу, да, об этом мы поговорим в конце. И по орг-моментам сейчас тоже озвучу, у нас занятие будет проходить где-то полтора-два часа, мы планируем 8 часов по Москве завершить, да, то есть это не будем, мы вас тут долго держать. В конце у нас будет блок «Ответы на вопросы», да, и вы можете слушать, я вообще рекомендую взять в тетрадь и блокнот, то, что сделала я, и конспектировать, какие-то пометочки делать, да, какие-то инсайты свои записывать и вопросы, которые у вас будут. Я сейчас пока чат не буду читать, да, чисто технически я тут даже не могу так его настроить, да, чтобы и с презентацией работать, и с чатом, но ближе к концу мы на все вопросы ответим, вопросы из Телеграма, которые вы задавали, и вопросы, которые вы будете здесь задавать в чате. Вот, поэтому слушайте внимательно, да, записывайте, фиксируйте все вопросы, если Таня на них в процессе не ответит, то в конце мы ответим. Я ваши вопросы буду зачитывать, да, тоже, может быть, на какие-то из них отвечу вместе с Таней. Вот. И в конце у нас будет еще классная медитация, путешествие в божественные светлые измерения, да, и мы все с вами наполнимся, наполнимся такими светлыми, легкими энергиями и завершим эту встречу на такой прекрасной ноте. Ну что, Таня, я сейчас передаю тебе микрофон виртуальный. Меня слышно? Слышно, да. Слышно, да. Ну что, мои дорогие, всем здравствуйте. Меня зовут Татьяна Богачева. Я послушала Лию, то, что она обо мне рассказала. Лие, большое спасибо за такую красивую презентацию у меня. Может быть, еще пару слов добавлю, чтобы было понятно, зачем меня вообще слушать, зачем я сюда пришла и говорю. Значит, как я уже сказала, 21 год я в медитативных практиках. У меня уникальный опыт, потому что со мной случилось вот это вот состояние попадания как бы в другие мерности, скажем так, пробуждения сознания. Со мной случилось за 40 минут во время практики на тренинге личностного роста. Это был июнь 2001 года. То есть я 40-минутную практику танцевальную. Мы начали, я была в одном состоянии, да. Когда закончили, я уже была в другом состоянии. И вот представьте себе, что я открыла глаза и совсем другой мир. И вдруг я понимаю, что я тут слышу чьи-то мысли, какая-то мне информация идет, да. И что вообще мир какой-то красочный, светлый, красивый. И три дня с тела моё не останавливалось. И вот эти способности, которые открыли, я, конечно, была в шоке, но они меня подвигли уйти из медицины. Я в то время была анестезиолог-приниматолог. Через два месяца я ушла с работы. И началось моё восхождение по пути, скажем, развития души и духа. Ну, за это время у меня было очень много практических обучений. Только тренингов личностного роста больше 40. Была в Ашраме, в Шриши Равишанкаров. Получила там инициацию. Три года училась в Москве на расстановщика, тоже сертификат у меня есть. И, в общем-то, вот этот вот мой личностный и духовный рост, он продолжается. И последние два года у меня наставник по личностному росту Андрес Тиссон, это известный коуч в Европе. А мой наставник по тетахиленгу Лиасан, за что ей огромное спасибо. Вообще я благодарю судьбу, да, за то, что я встретила прекрасную Лию на своем пути. Она как-то меня вернула к жизни. Потому что последние пять лет было много у меня личных сложностей. Ушел из жизни близкий человек. Вот. И, как бы, я меня пробудила опять к любви, к жизни. Появился интерес делиться. И вот сегодня я даже немножко волнуюсь. Потому что, ну, первый раз вышла после долгого перерыва. И хочу сказать, что сегодня первый день зимы, 1 декабря. У нас Витебский снег. Я всех поздравляю. Вот. И я благодарна тем, кто сегодня пришел. Значит, сегодня пришли люди, которым реально очень-очень это все интересно. Да. Которые реально хотят познать не только окружающую нас материальную действительность. Вот. Но и ту правду, которая есть в нашей многомерности. А то, что мы становимся многомерными, мне кажется, это уже ни для кого не секрет. Поэтому Лия сказала реально, значит, правду о том, что я буду говорить из личного опыта. Потому что вот за 21 год не было ни одного дня, чтобы у меня, чтобы я не медитировала. Вот. И у меня много было всяких путешествий по измерениям. И я точно знаю, что наш мир многомерен. И я знаю, что на планете Земля я в медитации путешествовала. Есть, ребята, у нас и пятая аменность Гадалинурии и Атлантиды. Есть и шестая, где известная нам Шамбала. Есть и седьмая аменность измерения мастеров. То есть это все на нашей же планете просто на других частотах живет. И те люди, у которых экстрасенсорные сверхчувствительные каналы открыты, они просто имеют возможность выходить, общаться, получать знания, обмениваться энергией с этими измерениями. Ну и я думаю, что в наше время, время великого перехода в сознание, когда у нас на планете открылось уже новое измерение, все об этом говорят, не все его чувствуют, но все понимают, что что-то происходит такое неординарное. А я как человек сверхчувствительный могу сказать, что да, частоты у нас сейчас на планете совершенно другие, что с небес на нас идет свет, любовь, радость, счастье и богодать. Богодать. Другое дело, что не все люди это могут воспринять. Потому что не у всех работает эта многомерность. Из-за того, что у нас раньше было руководство, звук старого, он был серый, у нас были темные учителя и светлые учителя. И это тормозит очень многих людей, это устраивает нам слив энергии. И это не дает нам сейчас радоваться полноценно уже тем энергиям, которые приходят. Танюш, можно? Да. Хотела попросить у тех участников, которые сейчас в онлайне, чтобы вы тоже участвовали, да, и можете написать в чате вот по поводу того, что Таня говорит, да, чтобы, ну, как бы поддержать, да, этот процесс, и, ну, такой, чтобы у нас интерактив был. Как вы чувствуете, да, что с вами происходит? Вот вы сейчас как можете оценить вообще свое внутреннее состояние, да, и состояние ваших отношений с миром, да, то, что в мире сейчас происходит? Вы как бы в плюсовом или в минусовом состоянии сейчас? Вообще, что вы чувствуете? Можете написать конкретно, да, как бы благость, да, либо, наоборот, какой-то скованность, да, может быть, какое-то напряжение, да, каждый день не знаю там, чего ждать, либо, наоборот, все классно, я на релаксе, в благости, да, вот как у вас, просто чтобы мы понимали, кто где, да, находится и что происходит у вас, да, потому что в первую очередь этот практику мы проводим для вас, да, и наша цель, задача максимально вам помочь, да, и чтобы вы получили максимум пользы от этой встречи. Поэтому можете писать, я тут чат с телефона буду видеть. Вот Наталья уже написала «Состояние волшебного предвкушения», но это Наталья Архипенко, на самом деле, это наша с Ли общая ученица, да, и, конечно, тоже экстрасенс, вот, и природный, и уже, скажем, подключенный к тета-хиллингу, поэтому у нее состояние волшебного предвкушения. Вот, но я думаю, что сюда пришли жизнерадостные ищущие люди, которым это все интересно. То есть интересно, так, от Натальи Минаевой «Состояние напряжения». Так, сейчас мир быстрых-быстрых вибраций, еще быстрые изменения в жизни, все меняется в лучшую сторону. Появляются проблески волшебной связи, видите? Ну, практически все чувствуют, да, вот из тех, кто написал, что что-то происходит на памяти. Так вот, друзья мои, я хочу нас всех сегодня поздравить, потому что 26 ноября матрица серого мира прекратила свою работу на физическом плане новой Земли. И поэтому те люди, которые находятся сейчас в росте, уже очень хорошо над собой поработали, они испытали облегчение, я испытала блаженство, свет такой внутренний. Вот, а те люди, вот пишут, я извиняюсь, у меня много, ладно, потом. А те люди, у которых еще недоработочки в подсознании, да, они могут чувствовать и напряжение, да, и депрессию, и какое-то негативное восприятие жизни. Ну, это все завязано, опять же, на том, что матрица развалилась, то есть ее нет, да, старой матрицы. А новая матрица, дорогие мои, новая матрица, она заработала, но не все к ней подключились. Потому что, ну, не знают как, не знают зачем, да, не могут воспринимать эти вибрации правильно, не у всех сердце открыто. То есть мы будем подключаться к этому измерению через любовь, через открытую анахату. Вот человек пишет, я чувствую усталость. Да, потому что если у вас в подсознании остались какие-то стереотипы матричные, да, какие-то подключения к темным мирам, естественно, будет идти слив энергии. Ведь проблема в том, что раньше в том мире мы могли жить на любых энергиях, понимаете, на любых, на страхе, на гневе, там, на зависти. Мы могли их просто пускать в жизнедеятельность, они нас наполняли, мы шли и что-то делали. Вот. То в новом измерении мы будем жить на любви и радости. То есть не все люди готовы жить в легкости, в расслаблении, в приятии, здесь и сейчас, понимаете, радоваться тому, что происходит. Так. У меня у папы день рождения 26.11. Поздравляю вас. Понимаете? И вот сейчас настрел такой момент очень важный для нас за всех, чтобы мы выгрузили старые какие-то подключения, стереотипы, закрыли, скажем, порталы в этот мир. То есть выгрузили из себя эту старую серую серию и спокойно, с открытым сердцем вошли в радость и любовь. И как только мы туда вошли, у нас сразу начинает все получаться, да, волшебным образом у нас сказка начинается. И даже несмотря на то, что сейчас у нас на планете, откровенно говоря, бардак, вот у меня просто чудное состояние блаженства и света. То есть вообще никак вот эта реальность на меня не влияет. Я встаю и просто, вот я встаю в счастье и блаженстве, понимаете? И всем того желаю. Ну что, давайте мы, может быть, перейдем к строению нашей вселенной. Да, я сейчас включу следующий слайд. Вот на нем, да, очень классный дизайнер, она смогла это все передать, нарисовать, да, практически сразу, да, прям все прочувствовала. И вот эта вот структура, да, по мерностям, Таня расскажет, да, я хочу тоже прокомментировать, да, как слушать, потому что здесь кто-то от этой практики, да, я полагаю, что их много, да, кто-то не имеет отношения к этой хилингу, и вот, да, хочу сказать, чтобы вы не путали это, там, не сравнивали, да, как-то с другими школами, с другими течениями, да, и как, ну, просто вошли в такое состояние, что я это ничего не знаю, да, про это, и не пытаюсь там как-то эти знания сопоставить, да, чтобы у вас путаницы не было, Татьяна на свои места расставит, да, и потом в конце ответим на вопросы, если они будут. Хорошо. Значит, я по этому поводу хочу сказать, что у нас у всех есть чакровая система, вы знаете, у всех, все, я думаю, здесь присутствующие, понимают, что такое чакра, если кто-то не знает, почитаете, то есть это некие энергетические центры, которые мы прошли, это наше физическое тело и тонкие тела, причем в физическом теле это у нас наше нервное сплетение, понимаете, вот, а дальше идут тонкие тела, соответственно, мерности, вот, и вот эта система геннадцатимерная, да, я это все лично проходила в медитации, и это, скажем, еще подтверждается во многих течениях, там, буддизма, дзен-буддизма, индуизма, то есть у Сэлла Рэйчела я видела подобные тоже картинки, то есть, ну, многие течения видят нашу вселенную именно так, и я сейчас вам буду транслировать свой опыт, это реально работает, вот, и это будут для вас, наверное, какие-то новые знания, умения, но это реально, скажем, очень хорошая рабочая схема, ну, вот, смотрите, наша вселенная выглядит как яйцо, причем в нашей вселенной 12 мерностей, вот, ну, на нашей вселенной мироздание не заканчивается, в мироздании очень много вселенных, я не считала, вот, и все это яйца, понимаете, ну, в данном случае наше яйцо, да, и вы видите, что снизу у нас нулевая мерность, да, сверху 10-е, 11-е, 12-е. Что такое нулевая мерность? Не показывали ее в медитацию, это еще называют, мудрецы это называют еще пространство небытия, ну, в этом пространстве, я его транслировать не буду, потому что она достаточно неприятная, да, вот, но в этом пространстве даже дыхание останавливается, то есть какая-то вот такая вот мертвая пустота, а густая очень, вот это вот нулевая мерность. А вот 10-е, 11-е, 12-е, мы сегодня туда попутешествуем, это вот уже золотой свет Творца, сам Творец в нашей вселенной. Да, это будет в самом конце, мы туда сходим, да. А теперь смотрите, внимание, вот мерность, видите, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, это наше физическое тело, понимаете, сюда вот как бы становятся эти мерности, то есть у нас по чакрам прибавляется тонких тел и прибавляется мерности измерений, скажем, да, то есть других частот, это все частотные характеристики, понимаете. И смотрите, если взять от первого по седьмое измерения, поставить человечка, да, то он будет лицом к плюсу и спиной к минусу. То есть у нас, нашей вселенной, на уровне девятой мерности, есть божественные миры. Если 10, 11, 12, да, это мир Творца уже, золотое солнце, золотой свет Творца, то оттуда Творец выпустил как бы богов, божественных сутей, да, пониже рангом. И вот они разделились для игры на минус 9 и на плюс 9, условно говоря, да, на белых богов и на черных богов. И, соответственно, наш серый мир, вот, он существует, ну, по моим ощущениям, понимаете, как мне показывали в медитации, это где-то, может, 14-13 тысяч лет назад, но, понимаете, это все условно. Вот, ну, это в середине цикла обращения сущной системы вокруг Сириуса произошло, то есть наше погружение вот в этот серый мир, да, он осуществовал под руководством черных, так, черных богов, да, и белых богов. И таким образом народонаселение планеты имело подключение, и мы все, ребята, мы абсолютно все, кто здесь воплотился душ, да, мы все имеем подключение на уровне, там, физического и тонких тел, абсолютно все мы имеем подключение к минусу и к плюсу, да, и жизнь у нас всегда была от минуса к плюсу, понимаете? Вот это был трехмерный серый мир. Почему он был серый? Потому что у нас был черный и белый вариант. Сейчас мы это будем рассматривать. Вот, почему же так получилось, почему у нас было когда-то, скажем, золотые века были, да, золотое время, вот, и вдруг мы погрузились вот в этот серый мир, там, где черное и белое. А потому что наша планета вместе с Солнечной системой совершает цикл вокруг звезды Сириус 26 тысяч лет. И в какой-то момент она подходит ближе, скажем, к создателю Вселенной, да, к фотонной энергии Творца, а в какой-то момент она уходит темная рука в галактике, и вибрации понижаются. Но это устроено так вот в нашей Вселенной, чтобы вы понимали. И вот смотрите, давайте я быстренько вам объясню, что значит первое, второе, третье, четвертое и так далее, да, со знаком плюс и минус, чтобы вы понимали. А потом мы просто все, кто может ощущать, я это протранслирую, и мы ощущаем, чтобы было понятно. Особенно специалистам, кто пришел, чтобы было понятно, что это такое. Итак, первая мирность, она завязана на физическое тело. Естественно, да, первая чакра, где у нас копчики. Вот плюс один, это я родился. То есть человек родился, у него есть физическое тело. Вот, это плюс один. Минус один, соответственно, страх смерти. И отсюда все выходящие последствия. Сейчас, когда будем транслировать, вы поймете. Дальше. Плюс два – это связь между мужчиной и женщиной. То есть я родил, я родила. Вот это вот, да. И минус два – это сексуальное извращение. Ребята, вот. Почему сейчас такое творится, да, в мире? Плюс три – это социальная реализация, мы же все знаем. То есть радость от того, что я в социуме что-то делаю, работаю там. Значит, приношу деньги домой, обустраиваю свой дом. Минус три, соответственно, что будет? Страх нищеты, страх бедности. Но за страхом, естественно, будет и гнев, и обиды и так далее. Дальше мы об этом поговорим. Плюс четвертое, да. Это измерение сердца. И четвертая менности. В плюсе это будет любовь-приятие, да. В минусе, естественно, будет амнина и зависть, и так далее. Плюс пятая – поднимаемся выше. Вишудха – это творческая чакра, да. И в плюсе это будет, скажем, творчество. Вот спикеры знаменитые, почему они влияют на людей, да, в плюсе. Вот, передача энергии через пятый центр. А в минусе это будет гордыня, ребята, амбиции. И здесь вот надо достигаторам всем надо задуматься, потому что это подключение к минус пятой мерности. Слив энергии, да. Плюс шестая мерность. Плюс шестая мерность, ребята, будет уже транслировать себя через определенные программы, позитивные, световые какие-то, да. И уже люди, которые освоили, проработали плюс шестую мерность, то есть, как говорят, третий глаз, да, то они уже начинают общаться с высшими силами, да, из плюс шестой мерности. Из минус шестой, соответственно, негативные программы на шестом центре, в районе там головы, в ментальном теле, там все будут отображаться, да. И из минус шестой общаются с минусовыми, скажем, с темными силами. Вот есть же у нас там все эти черные магии, они силу и способности берут как раз вот из минус шестой мерности у темных сил. Получается, по-другому, к магическим. Да, да, они просто транслируют, потому что там же тоже есть осознанные темные силы, ребята, есть на планете. И минус шесть плюс шесть – это жреческая структура еще, то есть, ну как жреческая, то есть здесь живут мудрецы, уже разработали эту структуру. Вот, они участвуют в невидимом управлении планеты, понимаете? И, естественно, те, кто работают на черных, они силу и способности, они берут... Потому что там тоже есть энергия, только что она, ну, в качестве. Вот, и смотрите, плюс седьмая – это, естественно, связь с высшими силами, так, через... Сокасарару, лотос этот, тысяча лепестков, понимаете, да, светлый поток. Минус седьмая – это связь с черными вложительными минерами. И дальше в восьмой мерности у нас, минус восемь плюс восемь, у нас эгрегор смерти. И там находится точка встречи времен. Вот, что это такое? Когда проходишь восьмую мерность, время перестает существовать. Оно у тебя как-то в объеме. То есть я, допустим, не осознаю линейность времени. Я просто вижу в объеме сразу. Я смотрю на ситуацию и сразу вижу, допустим, начало и конец. Вот. Ну, и там живет, как бы, в восьмой мерности, там обитает эгрегор смерти. Вот. И со всеми этими вещами мы будем работать, кстати, на практику. Вот. Ну, и минус девятая, я уже говорила. Значит, плюс девятая. Минус девятая – черные влоги, плюс девятая – белые влоги. И что я хочу про это сказать? Вот сейчас я начну вам показывать носовые мерности, да? Это будет за спиной. Те, кто это хиллеры, внимательно будьте, да? Вот. Не надо этого бояться. Почему? Потому что, ну, и черные влоги, и белые влоги – это наши партнеры по этому путешествию. Понимаете? Соответственно, ну, мы, конечно, все стремимся к радости и любовь, да? Стремимся к белым божественным мирам, потому что выход из игры, видите, через белые божественные миры. Дальше же у нас еще что-то есть. Вот. Но при этом черные божественные миры нас там искушают и нам помогают что-то осознавать тоже. Понимаете? И вот эти все минусовые мерности, они содержат кучу структур. То есть на нижних центрах там адские миры подключились, там демонические миры, дальше черные божественные миры, структуры сатаны и так далее. Ребят, но это все сегодня, значит, мы не будем исследовать у нас сегодня водную практику. Имейте в виду, что в субботу на занятии все это покажем, расскажем и освободим еще от этого. Туда идет много слива, от этого много напряжения, да, от этого сейчас все неприятности, потому что черные божественные миры энергии уже не дают, понимаете. Надо переключаться на радость и любовь. Вот. Как бы кому не хотелось, может быть, кто-то хочет разрушительный путь развития, ну, это его право, да. Ну, лично мне нравится быть в благости, в легкости, в радости, понятно, да. Ну, и все, значит, тогда сейчас мы расслабляемся. Смотрите, если кто-то борется минусовых мирностей, да, ну, можете не ощущать. Раз, да. Второе. Если какие-то будут неприятные ощущения, сразу говорим, отмена, отмена, отмена. Вот, сейчас я прошу, выхожу сейчас на связь с создателем, вот, и хочу, чтобы те ощущения, которые я сейчас буду транслировать людям, присутствующим на вебинаре, остались в записи, вот. Вот, и пусть все, кто дальше будет смотреть, тоже это почувствовали и осознали. Вот такой посылок. И теперь смотрите. Сейчас я прошу создателя и тонкий план проявить минус первую нервность. Вот, ну, и посмотрите, что там на этой минус первой нервности. То есть ощущать плотность сразу, страх, да, обиды там, изгнение. Вот, чувствуете тяжесть такую. Вот, так, отмена, отмена, давайте. Вдох-выдох. Минус вторая нервность. Прошу проявить. Тонкий план. Минус вторая нервность. Посмотрите тоже. Напряжение, страх, да, кожа, обида какая-то. Видите? Полная какая. Отмена, отмена, отмена. Так, дальше. Тонкий план. Проявляем минус третью нервность. Ну, посмотрите, ну, минус третья нервность. Трансферы, да? И жалость там появляется, и страх. Ну, жалость, конечно, без денег, жалко сидеть. Жалко денег. Вот, обидки там тоже могут быть. Так, отмена. Так, идем выше, на сердечный центр. Минус четвертая нервность. Видите, да? Ну, четвертая много печали сейчас, кстати. Я бы даже не сказала, что там есть ненависть. Там вот печали, я там вижу претензии немножко есть. Так, минус пятая нервность. Ну, минус пятая нервность. Смотрите, какая сейчас тяжесть. Ну, минус шестая нервность, она создает тяжесть в затылке. Ну, у кого-то может быть... Так. У кого-то может быть распирание в голове. Так, отмена. И посмотрите, минус седьмая нервность. Так, конки план проявит, показать подключение. Помимо седьмой. Можете увидеть такие жгуты, канаты, поощущать их. Такие плотные, знаете. Кто-то это в виде какого-то каната, кто-то в виде какого-то жгута, а кто-то может какой-то, знаете, как тонкое-тонкое лезвие, длинное-длинное, да? Вот это подключение к черным божественным мирам. Все. Ну, давайте. Грегор смерти, черный божественный мир, мы не будем уже трогать серьезные структуры, да? Мы это оставим уже в рабочем порядке. Да, давайте уже в благость пойдем, а то... На практике, да. И давайте сейчас отменяем, отменяем показ, да? Все эти ощущения негативные. Так, все отменили. И прошу сейчас создателя, да? Хочу и проявляю. Плюсовые мерности для всех присутствующих, тонких вам проявить. Плюс один. Почувствуйте разницу, да? Сразу такая радость идет, тепло. Плюс два. Дальше. Вот. Да, даже какое-то возбуждение есть немножко. Такое позитивное. Плюс три. Ну, вот такой вкус жизни. Плюс три, да? Плюс четыре. Смотрю на мир, принимаю и люблю, да? Да, так, ну-ка. Плюс пять. Ну, почувствуйте вот эту творческую энергию, такая она легкая, такая. Радостная. Плюс шесть. Ну, может, такое ощущение ясности появится, такое, знаете, как, как будто такое чистое-чистое пространство, знаете, даже такой морозец. Плюс семь. Ну, когда плюс семь, такой водопад светлых энергий на сахасрау. Ну, и сегодня мы с вами побываем в плюс девятой. В гостях у белых божественных мер. Это будет медитация в конце вебинара. И смотрите, здесь художник отметил эмоции, чувства, ощущения, да? Сколько у нас времени? Ну, немножко перебрала, но неважно. Смотрите, на первых, первых трех мерностях, это первая, вторая, третья мерность, работают эмоции. То есть люди, которые разработали три мерности для себя, да, вот, у них работают больше эмоции, они эмоционированы. Тот, кто разработал уже сердечную чакру, да, и пятую чакру, у них чувства. Чувства у нас всего пять, ребята. Печаль, радость, страх, гнев, любовь, да, и как полярное чувство, любви, внутренняя благодать. Так, и смотрите, из шестой мерности, когда мы начинаем уже работать со своей интуицией, третьим глазом, да, подключаемся уже к каким-то каналам, к создателям, у нас начинают работать ощущения. Вот ощущения – это высший, скажем, палатаж. Поэтому, скажем, хорошо подготовленные экстрасенсы, тета-хиллеры, да, они на ощущениях работают. Если у вас работает визуальный канал, имейте в виду, что эта трансляция идет о четвертой, пятой мерности. Понимаете? То же самое аудиальный канал. Вот, это трансляция идет о четвертой, пятой мерности. Ну, и какая практическая польза от знания вот этих всех вот вещей? Практическая польза в том, что там, где наша точка сборки, да, там наше внимание, там наше сознание. Что такое точка сборки? Это, ну, факт присутствия нашего сознания, скажем, в душе, да, и в теле. Вот. И в славянстве это называют еще желатно. Если вы хорошо себя чувствуете, там, допустим, у вас любовь из сердца, творческая энергия, вы там беседуете с ангельскими мирами, медитации, все хорошо, все замечательно, да, и вдруг выезжает какая-то негативная программа. Начинаются обиды на жизнь, да, либо страх бедности, нищеты, что-нибудь такое, то у вас точка сборки сразу падает до минус три. То есть у вас сознание уходит туда, и вы начинаете уже сливать свою энергию в минус третью мерность, да, несмотря на то, что до этого у вас было хорошее состояние. И вот это вот надо быстренько осознать, преобразовать, там, выгрузить вот это хилингом, да, трансформировать то, как умеет, для того, чтобы опять сознание, да, точка сборки сплыла, и мы находились в хороших пульсовых мерностях. Оттуда выбрали радость и любовь для своего физического тела, для нашей материальной действительности. То есть это практически, ну, очень ценно. И смотрите, вот я достигаторами говорю, да, и людям, которые на первое место ставят там материальный достаток, что надо быть круче, чем другие. Вот даже слово круче, да, и слово «я амбициозный лидер», и слово «амбициозный», понимаете, это уже опасно подключениями минус пять, там, понимаете, и сливом энергии в наше время. Если раньше это было нормально, то есть мы на этом жили, зарабатывали, все было хорошо, а сейчас это становится камнем преткновения. То есть задача убирать разделяющий ум эго, избавляться от гордыни, претензий и амбиции и сравнений, ребята. Вот, и об этом мы тоже будем говорить и будем над этим плотненько работать на практику. Так, ну, я думаю, все на эту тему, все я сказала. Лия, может, ты хочешь что-нибудь добавить из потока? Ну, давайте сейчас спросим какие-то вопросы, да, у кого есть. Да, может быть, какие-то есть вопросы, потому что это вот, скажем, по словам. Потому что мы, разум исследователя, да, природа исследователя, сразу начинают говорить, это-то мне все понятно, мне интересно, что там в других яйцах, да, и сразу такое, ну, понимание приходит, я как бы туда тоже заглядываю, что сюда пришли, ну, в нашу реальность, да, в нашу вселенную развиваться люди через дуальность именно, через игру света и тьмы. И в этом плане, да, здесь важно понимать, что здесь нет хорошего, да, и нет плохого, да, то есть, например, если у вас есть задача развиваться через рост, да, через теневые какие-то качества, да, аспекты, то если вы будете этого избегать, да, просто убегать от этого, да, там, идти к свету всеми силами, да, вот это вот отрицать, отвергать от себя, да, как-то вот отнекиваться, то оно рано или поздно все равно догоняет тебя, да, до тех пор, пока ты не вырастешь из этого, и за всеми темными умрениями, да, и темными сущностями, которые стоят, да, темные боги, которые за этим стоят, за этим тоже стоит творец, да, любящий творец, и он так обучает, да, и часто так получается, что учит нас, да, и помогает тем, кто ты есть на самом деле, именно не свет, а тьма, да, но где ты находишься, это как показатель, да, если ты застрял в минусовом измерении, то значит, ты пока еще учишься, да, то есть ты в процессе, это не значит, что с тобой что-то не так, да, ты сейчас учишься вот в этот момент, да, если тебе страшно, если ты застрял вот в этой ловушке достигаторства, да, там, зарабатывание денег, то есть очень сильная фиксация на этом идет, да, но если ты находишься в благости, да, вот данный момент, в любви, то значит, ты урок прошел, да, то есть как такой маркер, но это не значит, что тебе вот прям гарантировано, что ты будешь всегда в этой любви и благости, а ты все равно будешь туда возвращаться периодически, и по мере роста это будет происходить все реже, реже и реже, да, потому что и у меня, и у Татьяны тоже бывают минусовые состояния, и если раньше для меня минусовое состояние это было тотал вообще все время, я была, наверное, ну такой у меня период, да, там, черная ночь души длилась где-то 20 лет, когда я вообще не улыбалась, была угрюмой букой, да, там, вся в страхах, болячках, в обидах, да, в какой-то там подавленной ненависти, да, у меня там ничего не было, вот, а потом я стала переходить, ну, то есть расти из этого, да, все равно находить поводы для благодарности, находить поводы, находясь в тьме, проявлять свой свет, да, проявлять свои добродетели, у меня все больше и больше становилось вот этих плюсовых измерений в моей жизни, да, но это не значит, что сейчас я тоже вот прям постоянно как там ангел такой, да, живу, у меня тоже бывает, да, и страшно мне бывает, и какие-то такие состояния, но они очень кратковременные, может быть, час, да, длится, может быть, там, ну, один день от силы, да, но очень быстро ты возвращаешься, то есть быстро происходит обучение, но когда ты не работаешь над собой, то обучение затормаживается, и ты в этих минусовых измерениях застреешь надолго, да, вот я знаю, люди, они могут в обиде застрять на всю жизнь, да, в какой-то детской обиде, и до сих пор там даже родители уже перешли на тонкий план, и до сих пор они держат эту обиду и никак не перейдут, да, не вырастут вот из этого урока, не перейдут в этом плане в плюсовую мерность, да, но когда ты работаешь над собой, тебе это легко делать, да, и чем больше ты вырос, да, тем быстрее ты проходишь это обучение, вот в этом разница, да, и здесь у нас нет задачи там стать каким-то святым, да, и там полностью уйти от тёмного к светлому, есть задача проявить осознанность, да, и понять правила этой игры, вот этой вселенной, которую Творец для нас создал, и ещё хочу что сказать, да, идёт, почему опасно не работать над собой, когда ты застреёшь вот этих минусовых состояниях, что вот именно там тебя начинают кушать, да, буквально поглощать твою жизненную силу, вот эти вот негативные сущности, которые обитают в минусовых измерениях, да, вот об этом мы будем на практике мне говорить, там Татьяна даст прям классификацию вот этих всех сущностей, там от и до, я вообще такого никогда не слышала, да, то есть вы прямо пройдёте вот этот практикум, будьте профи тоже, на самом деле, Таня, честно скажу, да, я Татьяну пригласила, потому что мне самой есть, у неё чему поучиться, мне интересно вот это вот сотрудничество, да, потому что действительно знание… Спасибо. Ну, я бы хотела добавить, вот тут человек спросил, как определить, где там точка сборки, да, какой ты находишься, мерности. Ну, смотрите, плюс-минус мы уже с вами поощущали, естественно, если у вас радость, любовь, всё получается и хорошее ощущение, то это явно плюсовая мерность, ну, а по поводу точки сборки, смотря что вы разрабатываете, понимаете, если вы, допустим, социально активны и у вас там ментальное тело активное, то есть вы из ума там что-то работаете, анализируете, всё в позитиве, естественно, это будет плюс третье, да, если вы занимаетесь творчеством, это будет плюс пятое, вы чувствуете позитив, да, если вы общаетесь с высшими силами, там, что-то считываете плюс шестая, то есть, и, скажем, сознание всплывает до той мерности, до которой вы готовы, понимаете, как у вас нарабатываются вот эти тонкие тела. Для того, чтобы попасть, допустим, в более высокую мерность, естественно, надо какую-то работу над собой сделать, вот. А теперь смотрите, если у вас начинается гнев, обиды, да, страхи, претензии, соответственно, вы должны понимать, что вы в минусовой мерности, и потом ослеживайте, на что гнев, да, на что обижаемся, откуда, на что страх, если боюсь деньги потерять, да, минус три, соответственно. Если у меня какие-то амбиции, я тут крутой, а ты дурак, да, значит, минус семь, понятно. И вот по, скажем, по этим мерностям отключается темная сторона, да, здесь... Посмотрим, ребят, мы перенесем это направить, свой ресурс вернули. Вот, потому что это уже для новой игры, которая начинается у нас с сердечной чакры, да, так, устойчиво соединения, это уже не подходит. И что происходит еще, ребят, что я вам хотела сказать? Что у нас теперь наше новое измерение, наша новая, да, планета, она же начинается с открытой сердечной чакры, с любви. И наша задача, чтобы на всех энергетических центрах в основном была энергия любви, начиная с первого, второго, третьего, да. То есть любовь должна пропитывать все чакры нижние. Вот, и в силу этого я могу поздравить девочек, потому что мальчики начнут искать истинную любовь. Понимаете, их просто какой-то секс, просто какая-то дружба в сексе будет уже не устраивать. Вот, поэтому, ну вот так вот. То есть люди сейчас будут искать открытость, истинную любовь, потому что будет потребность, чтобы на нижних центрах тоже была энергия любви, понимаете, а не просто какая-то там сексуальная зависимость. Да, Таня, тут добавлю. Поэтому, что она говорит, что сейчас вот наше время, да, когда меняются энергии, там люди больше занимаются личностным ростом, духовностью, вот эти друзья души, да, которые создают вот это поле истинной любви, там вне времени, они стали находить друг друга гораздо-гораздо чаще, да. А раньше вот эта схема серого мира, матрица, она прям наделала все возможное, чтобы вот эти люди, да, истинные партнеры, они не находили друг друга. Сейчас есть, да, будут намного проще находить, и уже достаточно просто призвать душой. Да, человек пишет, ну, наконец-то, да, девочки, настал наш час. Мы теперь все богиньки, да, и будем привлекать наших богов, белых, светлых, в свою жизнь, да, строить ее счастливую, радостную. То есть могу сказать, что время страданий закончилось, и теперь мы можем делать выбор, несмотря ни на что, несмотря ни на какие события, понимаете. Если мы выбираем новую реальность, то Творец нас будет хранить и окружать благостью, радостными впечатлениями, и все начнет получаться. Хорошо, так, что у нас дальше? Следующий слайд. Признаки застревания матрицы серого мира, ну, тут быстро, да, это может, в принципе… Да, быстро. Признаки застревания – гордыня, амбиции, зависть, обиды, вина, осуждение, неприятие, недовольство, поиск выгоды, нечестность самим собой, нечестность другими, лень, неверие, апатия, страхи, шаблонность мышления, сопротивление переменам, ложные ценности. Да. И сейчас мы поговорим о 12 принципах нового сознания, да? Сознания любви. Светового сознания любви. Видите, дело в том, что в сером мире очень большой процент населения, практически, я не знаю, 95, наверное, ну, с разными, скажем, вариациями имел сознание нужды. То есть вот это вот люди жили, тактика была выживания, да, много очень воин, вы же видите, да, друг у друга тырили ресурсы, мужчин, женщин и так далее. То есть это была бесконечная борьба. Но мы сейчас приходим к тому, что в новом измерении расцветает новое сознание, сознание любви, изобилие и процветание девочки, с чем я нас всех сегодня поздравляю. Даже начинаю говорить, все у меня прям кипит, все внутри. Как это вкусно, понимаете? И для того, чтобы вот даже прямо сегодня уже лучше себя почувствовать, вот сейчас просто все вместе поосознаем, только очень надо очень искренне пропускать это вот через себя и допускать это в свое сердце, потому что это сегодня многим даст прям подключение уже к новым энергиям, понимаете? И возьмете оттуда ресурс большой. И уже прямо с сегодняшнего занятия уже дальше можно жить, ориентируясь на принципы нового сознания. Ну давайте лупейцы. Безусловная любовь. Все про нее говорят, да? И говорят, творец излучает, безусловная любовь. Но очень сложно все осознать. Но для того, чтобы было понятно, вот смотрите, у нас есть планета Земля, а есть у нас звезда Солнца, звезда по имени Солнце. И вот Солнышко наше светит для всех. Для всех, без исключения. Для богатых, для бедных, для хороших, для каких-то убийц, гангстеров, наркодельцов, слушайте. Для черных, белых, коричневых, желтых, узкоглазых, каких угодно. Солнце светит для всех. То есть оно просто есть источник света. И вот это вот любви космической. И вот оно светит. Понимаете? И вот это вот такой вот знак, безусловно, любви. Как человеку к этому прийти? Ну, мы же сейчас очень много есть разговоров о любви к себе. И мы понимаем, да, ну что такое любовь к себе? Это знать свои потребности, выстроить свои границы, и заниматься телом физическим, там, правильное питание и так далее. Или я что-то исчезла? Вот, но на первом месте, девочки, сейчас должно быть осознание собственного божественного происхождения, я вот написала. Так, меня слышно, напишите кто-нибудь, я не отключилась. Слышно-слышно, да, говоришь. Слышно-слышно, да? А то ты ушла с этого видео, и я... Ай, ты растерялась, да не, я здесь. Не, я не растерялась, я думаю, что я отключилась, потому что у меня тут может подбарахлить интернет. Не-не-не, все, я здесь. Да. И вот смотрите, то, что по поводу осознания собственного божественного происхождения и отношения к себе, как искре Бога, я всегда задаю вопрос. А что бы ты делал, вот, или делала, да? Если бы сам Творец пришел к тебе в гости. Вот он пришел в человеческом обличье, пришел к тебе, значит, в гости, вот он зашел, вот он излучает свет и любовь. Ты его там, как, будешь обнимать, не знаю, может, на колени упадешь, ну, ноги упадешь, да, скажем, Господи, благодарю тебя, что ты пришел. А куда же тебя посадить? А чем там тебя угостить? А что бы ты хотел? Вот, и так далее, да? Да, то есть это будет трепет, это будет благоговение, это будут слезы, радости, там, благодарности и так далее. Слушайте, ребята, так, Бог уже к вам пришел в вашем же лице. Понимаете? Вот это вот самая точка сборки или же ватма, да? Или сознание, как мы говорим. Это же и есть сам Бог, который к вам пришел. И который заложил уже с самого начала, с самого рождения вот этот источник и блаженства прямо внутри каждого физического, каждого человека. И вот если вы почитаете Творца, да, в каком-то храме, вот у кого какое религиозное направление, там, благодарите, читайте там молитвы, не знаю, или там, в Тетахинге, благодарите Создателя, медитируйте, вот, чувствуете эту благодарность к Создателю, уважение, почитание и так далее. А почему многие не чувствуют этого к самому себе? Почему вот тот Бог, который пришел в вашем лице, подвергается осуждению, чувству вины, да, чувству долга, чувству стыда, там, претензиям каким-то? Вот от этого надо задуматься всем нам. Потому что наше тело, да, это видимая часть души, а душа – невидимая часть тела. Ребят, это не я сказала, это великий Ож сказал, но это так и есть. И поэтому, если вы относитесь к себе, да, к своей сути, как к искре Божьей, конечно, до нее еще надо дарыться, но все равно, на этом надо держать внимание, и вы это почувствуете. Если вы к этому так относитесь, то и тело будет расцветать, оно будет свет излучать, глаза будут искриться, да, ваше присутствие будет работать, пространство будет наполняться любовью, понимаете. И вот эта вот самая безусловная любовь Творца, да, она живет в каждом из нас, на самом деле, источник, ребята, вот здесь, вот здесь, что нигде. И когда вы туда погружаетесь, вот там наступают самадхи, вот эти все световые. Самадхи есть в Сатуре световые состояния, да, вот там наступают, когда вы ходите в контакт с этим божественным. Помните об этом, вот сейчас мы вспомнили, прям фокусируйтесь на этом, вспоминайте каждый день и говорите себе, благодарю, искра Божья, да, благодарю Господь, что ты ко мне пришел, и что бы я сегодня для тебя сделал, да, с любовью и благодарностью. Давай, второй. Энергия доверия. Ну, безусловно, любовь, то, что мы в первом слайде говорили, я протранслирую, когда мы будем делать медитацию в конце, вы будете чувствовать. Вот, а вот энергию доверия буду транслировать прямо сейчас. Что такое доверие, скажем, в свете нового сознания, сознания любви? Да, это понимание того, что ты пришел не один на эту планету, тебя привели, тебя ведут, тебя поддерживают, да, тысячи разных существ света. Ты пришел, у тебя какие-то планы, и сверху тебе твои гиды их помогли прописать. Ты пришел получать этот опыт, и тебе с любовью всегда, и состраданием в любых ситуациях, даже если мы их считаем негативными, всегда с любовью и состраданием тебе дают шанс получить какой-то опыт. Причем твоя душа этот опыт выбрала, понимаете? И вот доверие тому, что ты душа, дух душа, да, сознание любви, и ты пришел сюда получать опыт развития в этой любви, и что тебе всегда помогают, и умение видеть во всем волю Бога, то есть это же по воле Творца, это же Он дал сам лучик твоей душе, то есть Он от себя прямо дал этот лучик и послал тебя в этот путь, на эту планету, в этот опыт. И когда находишься в таком доверии, ребят, то все уроки начинают проявляться. И надо понимать, что любые события, вот сейчас много таких событий разрушительных, да, я всех призываю не осуждать. Почему? Потому что это тоже нам, человекам, по воле Бога дано. Ибо мудрые сказали, что демоны воюют, люди живут в мире, а боги играют. И если люди из демонического состояния решили повоевать, то они сейчас получают урок определенный, понимаете? А те, кто в сердце уже, да, человеки, они хотят мира, счастья, да, процветания всем, вот. А бог, просто боги, они смотрят на нас и говорят, ну давайте, ребята, давайте, я же, вами, мы же вами играем, как шахматами, знаете, в эту игру. Давайте, влетайте опыт. Поймите, что воины – это бесполезно, что надо с другой стороны заходить, да? Вот это вот энергия доверия. Давайте сейчас все вместе настроимся, и я вам энергия доверия протанслирую. И вы почувствуете, просто можете... Вот в это пространство просто окунуться и, знаете, как расслабиться, как на руках своего Отца Небесного. Вот это опора. Хорошо. Ну давайте третий. Третье – это жизненность. Я бы еще назвала это страсть, да, или пусс жизни. Это тоже как бы составляющая любви. Ну, такой вам какой-то вот пример, чтобы было понятно. Ну, допустим, живые цветы, да, и искусственные. Мы же можем отличить, да? Или когда живые цветы еще, они где-то растут, вот, глухают, да, покрыты каплями росы. И когда их уже срезали, они просто там вот мяу стоят в вазе. Понимаете, да? Потому что жизнь – это поток. Это поток такой игривый, очень вкусный, да, такой вот. Почему еще это слово страсть? Вот сам вкус, то есть интерес. Такое легкое возбуждение. Глубокий интерес к любым ситуациям, да. Тебя публикло, и тебе хочется и это попробовать, и это, и это. Как классно, да, как здорово. Ты выходишь утром, там, солнце вдохнул полной грудью. Или как летом гуляет возле моря. Какое море прекрасное, да. И вот это все – это потоки жизни. И вот это принцип страсти – это понимание того, что жизнь, она неплохая, она нехорошая, да. Вне разной совершенно ситуации, понимаете, случается. Но наслаждаться можно любым мгновением любой ситуации. То есть просто это проживать вот как поток и быть живым. И даже когда что-то такое очень трагичное случается, когда мы отпускаем себя, да, там, рыдаем в какой-то ситуации. Ну, когда мы настоящие, да, просто настоящие и проживаем тотально эту настоящую через тебя, это и есть страсть, ребят. Это и есть вот эта жизненность. И смотрите, вот любое ограничение, подавление себя, да, какое-то правило, слово там или какая-то маска, что ага, здесь вот такие люди, я буду вот такой вот, да, буду подстраиваться под них, буду хорошая девочка, буду вот так разговаривать. Вот так можно, так нельзя, так нельзя. Любое ограничение, оно как бы останавливает этот поток жизни, оно делает мертвым поле человека, понимаете. Вот, поэтому и сейчас очень много разговоров. Вот я была, кстати, на форуме на последнем июне, да, и там прям была жизнь без масок. То есть вот это тотальное проживание жизни, всего как есть, да, этих чувств наших каких-то, да. Или какие-то подавления, я это еще не попробовала в своей жизни, но очень хочу, я не задумывалась, плохо это или хорошо. Я просто иду и пробую, потому что это жизнь, да. И здесь вот надо просто себя, как, отпускать по полной программе. Настолько, насколько это возможно. Не думать о том, как ты или хорош, какая там ситуация, какие люди. Потому что если ты настоящий, да, я тебя буду принимать таким, как будто есть. Тебе не надо будет ни под кого подстраивать. Таня, можно... Понятно, да? Да, пожалуйста, и давай, давай. Это форум, где один из ведущих спикеров был Ник Лучич, да, все знают. Он как раз-таки показывает своим примером, да, что в любом состоянии, да, в любом физическом теле, друзья, да, всем бывает тяжело, всем бывает тяжело, но мы сами выбираем, да, в какую мерность мы пойдем, да. И даже из такого состояния, из таких базовых условий, да, минимальных, скажем, для жизни, которых никому не пожелаешь, да, вот этот человек, он, ну, просто стал учителем для многих, да, и людей зажигает, да, вдохновляет то, что, блин, да, у тебя столько всего есть, да, посмотри, начни это ценить, у тебя возможностей целая куча. Когда мы застырем, да, вот таком, что мне тяжело, там, у меня что-то не получается, я не могу, да, и раз такой появляется Ник Лучич, ну, здесь не может чего-то, да, где ты смотрел, давай я тебе покажу, как можно при таких жизненных, да, физических условиях, да, обстоятельствах, данных физических, как можно прийти в плюсовые измерения, просто хайфовать и взять максимум благодати, максимум ресурсов из этой жизни, вот прям, да, вообще. Да, спасибо, Леечка, ты вспомнила про Ник Лучича, это было очень большое потрясение его выступление, понимаете, все слезами на глазах, прям весь зал загрузился к сцене, вот, и он ходил, вот это вот маленькое тело, по столу ходил, понимаете, он говорит, так за что я благодарен, и он начинает проговаривать, за что он благодарен, там, за то, за то, за то, то есть у него основной принцип благодарность, то есть снимает претензии и сразу начинает благодарить, что бы ни произошло, это, кстати, очень, очень такая, скажем, очень хороший принцип, что вместо претензий и благодарность, что-то случилось, да, скажем, такое неординарное и нехорошее, ты говоришь, так, а могло быть и хуже, так, благодарю за опыт, благодарю за то, что вот, то, что хуже не случилось, да, и все, и пошел дальше. Хорошо, давай, не хочешь это, это было огромное впечатление. Так, а, я собиралась протранслировать еще энергию страсти, давайте, чтобы вам было веселее. Давайте немножко я вас подводлю, сейчас мы расслабляемся. Спасибо. 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 Ну, если вы почувствовали, да, такое радостное возбуждение, вот это и есть страсть. Так, идем дальше. Да, вы, кстати, можете писать, что вы почувствовали тоже? Да, что почувствовали, можете писать, потому что ясность. Да, благодарю. спасибо спасибо за ответ итак ясность ребята вот что меня радует от чего я просто я не знаю летаю это то что пришла ясность на планету понимаете на нам так долго лгали мы не могли говорить да мы видели невидимые вещи всегда молчать чтобы никого не напугать потому что люди живут в каких-то иллюзиях такая манипуляция сознанием она и сейчас продолжается но мы увидели что стало увидели на что стало все пробуксовывать вот что вдруг мы чего-то такое узнаем чего раньше не знали да и как-то все лезет наружу и мы начинаем это и потому что вот эти эта энергия ясности энергия вселенской справедливости не той справедливости в человеческом понимании а вселенской справедливости она пришла на землю что такое вселенская справедливость это чем делишься тем то и притекает и сразу всем становится ясно зачем ты поделился сразу суть наружу ты поделился получил и сразу суть наружу и вот из этого принципа ясности можно подходить к любой ситуации своей жизни и вот здесь очень хорошо вместо сравнения мы принимаем применяем ясность то есть наше общество было настроено и те люди которые успешно очень сильно были настроены на то что вот кто-то круче меня да вот он круто я хочу точно так же я хочу тоже быть круче да и мы начинаем себя сравнивать но когда-то это когда-нибудь это сравнение в плюс то есть я в чем-то круче реально ну допустим я там круче знаю про все эти структуры да но я мало знаю про тета-хилинг и тут я уже ах я не знаю про тета-хилинг да мало я знаю мало в этом я лево тут мастер да а я жила мастер получается и все и сразу у меня будет чувство вины сразу заниженная самооценка понимаете сразу минусовая мирность ребята понимаете вот так вместо того чтобы с кем сравнивать применяем ясность каким образом хорошо вот у меня есть такие такие способности вот я хочу в этой жизни вот у меня . хочу туда в точку бы хочу что-то там еще наработать какие-то вещи навыки для чего чтобы получить какие-то блага своей жизни чего мне не хватает первое второе третье буду изучать буду изучать пойду клея на курс это хилинг все нормально чего мне тут искутывать вину там еще куда поэтому вместо того чтобы смотреть на остальных мы смотрим на себя берем ответственности себя естественным образом я же прогресс нас даже не говорить потому что любовь это ответственность за свою жизнь вот и выясняем для себя да кто мы что мы зачем пришли что нам надо дальше какие нам нужны навыки энергии и так далее так ну что я делиться вот таким давай скажи пожалуйста который меня вдохновила наверное сама того не знаю татьяна очень пригодится для практику да кто ну хорошо работает медитирует постоянно да то есть ну как бы с творцом на связи когда что-то происходит да там жизни ну раз события да там раз тебе тут и написал там ты встретился да то ну какой-то там скажем персонаж да появился твоей жизни либо события проявился твоей жизни нужно какое-то решение принять например идти сюда или сюда например на эту работу идти либо на другую работу там этот город ну очень любой какой-то вот вопрос в жизни пока появляется и я начала вот так спрашивать творца критворец прояви прояви что это такое да ну внеси вот эту энергию ясности и мы еще вчера с татьяна с этой энергией очень много работали работает просто феноменально да просто направляешь вот эту ясность от творца да поистине творца говоришь прояви кто это на самом деле да твоими глазами и все видишь и сразу понимаешь надо тебе с этим человеком общаться если видишь кто там сидит за этим человеком то ты просто можешь отказаться от общения абсолютно без всякого чувства вины и каких-то угрызений совести да если ты увидишь что эта работа у тебя творец проявит да что она будет тебя опустошать сразу не 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 я даже не буду пытаться то есть это настолько облегчает жизнь это вот вот в этой технике простой из в ней столько любви поддержки и доверия до жизни появляется когда ты просто начинаешь вот это применять и практиковать вот маленьких вещах да и ты понимаешь что творец всегда на связи что высшие силы всегда на связи и они готовы тебе помогать ты даже не представляешь нас насколько сильно они могут тебе помогать нужно просто нужно просто просить на самом деле вот высшие силы они так благодарны когда ты их просишь о чем-то это все прямо как я бы сказал со всех ног ангелы летят ну что я уже начал транслировать ясность пока ли я разговариваю ну такое пространство чистоты знаете даже какой-то может быть морозной свежести ну вот как на картинке в горах и эти энергии они разноцветные знаете как елочные игрушки такие золотые серебряные такие белые яркие нити и это знаете как так разрывается все и вот наша матрица сейчас много это все есть ребята и поэтому мы сейчас вот удивительным образом будем прояснять для себя все это вот это вселенная вывернет наизнанки наизнанку все что у нас происходит на планетке мы все увидим узнаем кто из кто что откуда куда зачем ну давайте у нас время 12 нас выигрываемся так завершенность принцип завершенности то есть мы тут прошлись немножко по энергиям да вы поняли но это как бы все составляющие любви все эти составляющие мы можем применять вот при разборе ситуации своих в этой жизни практически завершенность но естественно смотрите вот даже для чего мы сегодня собрались чтобы завершить свои отношения к старым миром серыми измерениями да вот этими всеми структурами которые управляли в негативном плане разрушительно сознанием людей и сейчас скажем мы через них сливаем энергию нам бы хотелось хотелось бы ресурса поэтому принцип завершенности он очень важен вот эти все старые травмы старые энергии все туда сливы все эти подключки естественно мы можем забрать оттуда ресурс вот и этот ресурс направить на создание привлекательного будущего и смотрите здесь какое еще очень важное помещение я бы хотел сделать ребят все что вы не проработали скажем в отношении бизнесе материальном каком-то плане все ваши какие-то комплексы крючочки все это вы не сможете забрать новое измерение знаете совсем с этим придется разобраться или как-то это попросить творца это выбросить да или как-то придется даже если какие-то очень сложные уроки их придется все равно пройти с приятием с любовью вот даже если возьмем вот девочки в основном у нас да отношения возьмем вот я про себя расскажу потому что у меня очень интересный опыт у меня было неприятие вот мужской якобы измены там вот этих полигамных отношений всегда на фоне очень большого травматизма по этой жизни по прошлым жизням то есть у меня куча травм был на эту тему предательство мужчины там измены вот это гарема эти любовницы ревнивец и так далее у меня было ну такое неприятие как никакая ситуация значит у меня все травматизм и так далее и что вы думаете я думала что я я думала что я от этого ушла уже в какой-то момент нифига подобного пока я не приняла что это в общем то ну это право каждого это же физическое тело каждого даже если там он твой муж там или близкий человек он хозяин своего физического тела вот если я там ревну и не принимаю ли может у меня травматизма как это да то есть какое-то насилие я по отношению к нему проявляю вот а он в общем то имеет право как себя вести и как бы он никому не должен ничего даже если он мой муж не должен понимаете вот а у нас же была позиция что ах раз ты мой муж ты тут обязан ты тут обещал там еще что-нибудь и вот пока я не приняла и это было настолько для меня серьезно потому что травматизм было очень много по прошлым жизням вот это вот отделенности разделенности и так далее предательство я уже к творцу ходила просилась и потом я уже настолько меня это все замучило что я зналилась и грубо ну ладно ну пусть уже будет ну как будет так все пусть это происходит это все принимаю значит это все по твоей воле у меня такой груз был и как только я сказал это все по твоей воле на все твоя воля я позволяю тебе организовывать все ситуации которые мне нужны и важные опыты для роста для развития для раскрытия моего сердца для увеличения вот этого потока любви я позволяю тебе все все творится это все я на твою волю отдаю слушайте сразу этот груз упал у меня мгновенно состояние переменилось такая любовь пошла понимаете то есть какие-то ситуации надо обязательно завершать ну а какие то может можно и выгрузить я через это прошла и приняла молодец все что не нравится сложно принять говорить себе за этим тоже стоит творец меня однажды вот эта вот фраза она просто настолько вытащила да там из минусового состояния одна фраза за этим тоже стоит творец это все по твоей воле ты как бы отпускаешь это в руки бога и уходит вот это сопротивление но до тех пор пока ты продолжаешь сопротивляться это приходит жизнь на основу и снова более интенсивно вот этот мужчина там предул изменил господи но от сердца я все равно его люблю да вот потому что это вот от сердца это душа любит понимаете секс это какое-то измерение любви но гораздо более низкая чем вот это вот любовь анахата да чем безусловно любовь любовь и левать нельзя девочки в ней надо развиваться любимый человек это дверь божественная если мы правильно проходим ситуацию то прирастает очень сильно состояние ну хорошо давай следующий ну завершенность я же сказала будем транслировать правду слушайте принцип правды но у нас шестой да ну завершенность понятно это просто правда ребята это скажем основа любви знаете если нету правды да если ложь и манипуляции нет и любви понимаете это вот один прям одна из составляющих таких очень серьезно и в новом измерении на новой планете ребят врать мы перестанем более того нам даже будет неприятно врать неприятно слушать ложь вот и даже вот сейчас я уже как когда я уже вошла в эти все принципы стала их практиковать своей жизни вот эти все энергии стал исследовать вот я допустим смотрю какую-нибудь там информацию в интернете да если вот все меня сразу тошнит вот бывает даже моменты я даже слушать не могу тошнит до такой степени вот или болит боль чувствую понимаете но больше тошнит когда вот это транслирует ложь эту манипуляцию все вы наверное даже почувствовали сейчас вам показала все это это просто поэтому очень сейчас люблю мне очень приятно жить из правды не скрываю говорю правду про себя да про других могу промолчать но если человек не разрешил сказать про себя говорю всегда правду и про 4 до 4 уровня правда ребят и вот смотрите когда мы берем на себя ответственность говорить правду мы должны понимать что правда вот как бы начинается с какого-то уровня она глубже-глубже-глубже то есть мы должны нарабатывать любовь чтобы транслировать правду смотрите сначала надо сказать себе правду других ну в каком смысле ну допустим человек вашей жизни вот он такой и хороший говорит хорошие слова там вот лебезит там какой-то есть глаза на самом деле потребляет или делать какие-то неблаговидные поступки а мы жалости ну как же я там его отправлю я там его там из своей жизни уберу но как же может надо его пожалеть но что он тут это со мной может ему надо как-то помочь вот он вот так вот знаете и мы да он же хороший мне сказал что я хорошая значит он хороший понимаете а там где-то за спиной совершенно другие вещи поэтому надо просто четко не осуждая сказать себе этот человек нам подъявите да или этот человек нам завидует или вот этот человек он меня обесценивает забирать у меня там у меня и так далее без суждения понимаете это же у каждого есть право на разрушительный опыт но вы выбираете держать этого человека в круге и то же самое о людях которые очень много хорошего в вашей жизни допустим вот на кого-то обиделись а потом начинаете вспоминать а у меня и это хорошо и это хорошо сделать это хорошо может я лучше поблагодарю это чудесный человек который сейчас предлагает какой-то опыт но это работает вот таким образом дальше что мне этот человек и это дал и это дал а я потом обиделся потому что я хотел еще больше хорошего да потому что и вот здесь вступает в работу сказать себе правду о себе то есть если я этого человека где-то потребляя дал мне к нему претензии так я даже скажу что он в общем-то так много хорошего для меня сделал да я тут еще и претензии я тут еще и обижаюсь а потому что он еще больше не дал да значит у меня есть какие-то потребительские тенденции ребят и опять понимаете вот четко надо говорить без осуждения себя первом случае без без осуждения другого человека здесь без осуждения себя просто сказать себе что ну да блин у меня какая-то потребительская программа сидит надо с этим как-то поработать вот не говорить что-то плохо у нас должно быть пространство для ошибок иначе мы просто опыт не получим мы не получим опыт как созидать там как разрушать как потреблять там как давать как делиться как брать там мы не получим этот опыт мы начнем сюда пришли этот опыт это же есть любовь понимаете увеличение любви поэтому не застревать в критике по отношению к себе а просто четко по фактам а вот тут так 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 значит будет и все смотрите от того что вы совершили ошибку какую-то вы же не перестаете быть живой душой опыт сейчас такой типа ошибка может это трамплин для роста об этом тоже надо задумать 3 сказать другим правду о себе ну вот я вот очень спокойно другим правду о себе хотя раньше это было очень неспокойно понимаете как васила запромил и бог знаете у меня даже упражнение такое было когда я его тренинги да у меня на минуточку более трех тысяч часов тренингов медитативных игровых лично приведенных вот и было такое даже упражнение правда руб правда руб да наталья пишет правда руб который я потом переделала немножко на правдолю вот рубили правду короче и вот когда люди выходят и начинают рассказывать правду себе знаете их как бы прорывает поток и потом они уже остановиться не могут понимаете потому что вдруг включается любовь и уже человеку так хорошо не может остановиться он уже правду рубит 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 и четвертое самое сложное это сказать другим правду о других о них самих понимаете вот здесь вот как это сделать с любовью да как это сделать экологично ну вот слово экологично тоже ребята я могу сказать так сейчас справа расскажу это слово в личностном росте не всегда нравится экологично это когда ты приходит больной пациентом какой-то доктор у меня болит или психотерапевту приходит мне боль тут потери там потеряла там близкого человека трататала и вот он начинает гладить его по головке там экологично и так далее все ребят ну а когда мы все вместе идем по пути духа саморазвитие нарабатываем силу свою внутреннюю силу света силу любви да силу приятия вот здесь дзеновская палка как я говорю и не помешает иногда потому что иногда вот эта провокация на мест да это будет очень большая помощь человеку я сама через это прошла у меня мастер такой был провокатор провокатор понимаете да это бывает болезненно это нужно не всегда но в каких случаях вот надо думать больше о сострадание о пользе чем о том как это экологично или не экологично понимаете потому что бывает вот от какого-то проживания какого-то события зависит жизнь человека его здоровье понимаете если быть экологично нужно упустить момент и соответственно его же это про правду ну и сейчас я вам про транслирую правду вот эта энергия которая найдет через скажем анахату пятый центр шестой центр она как бы соединяет потоки вы всегда можете почувствовать правду либо неправду да если вот научитесь это считывать давайте сейчас прошу творца показать правду и 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 Спасибо. Блаженство почувствовала. Тоже хорошо. Когда говоришь правду, девочки, не надо притворяться. Понимаете, ты выражаешь свою суть, свое естество, и тогда чувствуешь блаженство. Отлично. Открыто сердце. От Игоря Снорова, как тяжелая книга. Ну, значит, блочок какой-то, Игорек, там у тебя есть. Дорогой. Ну, общение от сердца к сердцу. Значит, принцип общения открытого, да, в новом измерении, он уже действует, да. Мы же много сейчас слышим, что надо разговаривать, открыто общаться, програвливать свои какие-то переживания, желания искренние, да, с уважением к другому человеку и так далее. И это создает безопасное общение. И это создает гармоничный обмен энергии, естественно. И от этого растет любовь. Ну, например, да, в любой ссоре, в любом конфликте, да, участвуют, ну, по меньшей мере, двое. Вы же знаете. И если один из этих двоих не будет воевать, да, то есть он просто уйдет в свою сердечную цель, расслабится, да, и будет наблюдать второго, который пытается с ним повоевать, конфликтовать, да, и будет на это смотреть, вот, просто с любовью, просто с приятием, да, и состраданием, то и конфликт, в общем-то, он как водитель, так сразу затухнет. Ну, например, вот у меня была ситуация, сейчас, в Алане, в Турции, в отеле, мы сидели вечером, общались очень хорошо, были россияне, и как-то тема, естественно, какая она с темной войной зашла. Вот. А я начала просто говорить об энергиях, то есть я не говорила, никаких там оцеловать не давала, я просто говорила об энергиях. И вдруг мужчина, россиянин, начал очень агрессивно себя вести, подпрыгивать, уезжать, чтобы тут, знаете, грубить мне, я расслабилась, подышала, да, пошла в анахату, и второй мужчина напротив стал возмущаться, ну, что ты, говорит, человек уже без наезда, просто есть, ему делится, все. А я говорю, а вы, говорит, не трогайте у него, просто у него болит. И его жена сидит, говорит, да, у него болит. И вдруг этот, знаете, вот такой напряженный весь, как ежик этот мужчина, он такой, у-у-у-у, и только он раз, так и одна. Ну, его поняли, понимаете, его поняли, и они просто дали немножко любви. Просто у него боль, и все. И он кричит не от того, что он агрессивен, он кричит от боли. Понимаете? И вот, если мы будем учиться так общаться друг с другом, вот, и уважать каждого человека, как живую душу, то есть помнить о том, с кем бы вы ни общались, что там все-таки есть живая душа, то, конечно, любви на планете станет гораздо больше. Сейчас бы, если бы люди начали вот так общаться. Мурашки. Спасибо, дорогая, спасибо. Хорошо, давай дальше, чтобы мы успели помедитировать. Так, целостность. Ну, я имею в виду то, что... Спасибо, спасибо, на мою историю, потому что, да? Потому что я же искренне говорю правду. Я просто сострадала человеку, я понимала, что у него есть боль. Значит, целостность. Мы должны понимать, что при работе над собой, при развитии, да, и для того, чтобы наше сознание любви открылось, мы должны учитывать все наши аспекты, возвращать все наши части. И вот здесь очень важна работа с внутренней женщиной, внутренним мужчиной, да, и взаимодействие. То есть понимать свои женские энергии, насколько они у тебя открыты, как ты их можешь проявлять, в каких случаях. Понимать своего внутреннего мужчину, да, где ты можешь на него опираться. Вот как это все в тебе взаимодействует гармонично. Вот, и не забывайте про дух, про душу и тело, да, то есть взаимодействие души и тела. Помните, что тело – это видимая часть души, а душа – это не видимая часть тела. То есть у нас не будет сейчас духовное отдельно там, материальное отдельно, не будет так. Да, у нас что происходит? У нас дух, душа, они в теле начинают проявляться. У нас это объединяется. То есть мы сейчас будем наше материальное одухотворять, то есть проявлять любовь вот эту вот. Не только через, скажем, какие-то духовные разговоры, энергии, а через нашу материальную деятельность потечет любовь. Слушайте, и деньги пойдут на любовь, ребята. Деньги создаваться будут только из любви. Всем привет всем бизнесам, понимаете? И сейчас это все почувствуют. Вот эти все воры, бандиты, они все это почувствуют. Поэтому надо признать, что какие-то у меня есть неинтегрированные части, какие-то у меня там есть минусовые качества. Но с этим со всем мы работаем, чтобы нарабатывать вот эту целостность всех наших аспектов и ее проявлять, ее проявлять, проявлять это сознание любви через материальную деятельность. Так. Я думаю, что есть как в антипод целостности, да, этому состоянию, этому принципу сознания любви. У нас в минусовом измерении есть антипод. Это сущности, которые называются сущностями разделенности души, которые транслируют вот эту энергию, да, и человек, он как закапсулирован такой, да, что он входит в такое состояние отрицания души, непринятие тела, да, либо там одно, либо другое. Люди, которые там в духовной практике уходят, да, отрицают тело, это те же самые сущности на самом деле, да, то есть это не есть целостность. И люди, которые уходят вот чисто в материю, да, в грубую, вот существует только то, что я вижу и могу пощупать, да, грубо говоря. И это тоже, оказывается, проецирует, да, в наше сознание сущности, они вот есть такие. Да, да. На этом можно говорить, там, типа. И мы будем говорить на практику, да, об этом мы будем и выгружать это будем, и проявлять это будем. Дальше. Хочется успеть помедитировать. Партнерство. Опять я нас всех поздравляю, что в новом измерении исчезает деление на мастеров и учеников. Видите? Вот мы вот с Лией учимся друг у друга. В чем-то я там для нее мастер, в чем-то она для меня мастер. Видите? На умных и глупых перестанут делить, на богатых и бедных, на жертвых и следователей. То есть вот эта вся разделенность будет исчезать и будет приходить партнерство, взаимозависимость, да. Мы будем осознать ценность, осознавать все вместе ценность каждого человека, каждого этого проявления на этой планете. Понимаете? Потому что любой человек может проявить вот эту божественную уникальность свою. Потому что, естественно, в старом мире, в старой матрице вот эти все разделения, умный, глупый, богатый, бедный, вот это, то есть это жертвы, спасатели, это все были матрищные программы, которые были заранее заложены, понимаете, для определенных уровней осознания. И мы в этом болтались. И это заставляло нас страдать, напрягаться и, соответственно, кормить темные миры. Лия, ты мне поменяешь? Она куда-то отошла? Поменяешь мне? Взаимное наставничество, да, Игорь? Да. Партнерство. Да, я поменяла, я здесь. Да. Партнерство с телом, партнерство с духом, с богом, с другими партнерами, с планетой, земля. Да, то есть мы начнем любить и обмениваться. Ценность. Да, ребята, если мы сейчас хотим преуспеть, то нам надо давать ценность людям. То есть не просто ту ценность, которую, допустим, я там излучаю, да, а ценить людей, их ценность уже, их ценность проявлять, понимаете? Вот. И ценить жизнь, потому что через любого человека эта жизнь течет. И любого человека, если его пробудить, да, он будет эту жизнь пропускать. И жизнь – это божественный дар для нас, для всех. Это творческое, божественное начало, понимаете? Возвращаемся, да, безусловно, к любви. И, соответственно, красота и вот этот вот дар жизни есть во всем, ребята. Есть во всем. Даже если, скажем, мы вышли на улицу, у нас какой-то беспорядок там возле подъезда, в этом тоже есть какая-то своя красота, понимаете? И во всем есть изобилие любой пугов. И вот эта ценность, она и дает восторг от жизни. Видите, девочка там, какие одуванчики прекрасные. И даже я, когда хожу гулять, и у нас, видите, в скверсе цветают клубы, у нас красивые цветы, да? Я подхожу к нему, а там много тюльпанов такие, желтые, красные разные. И я начинаю от анахата, прямо от сердца любовь им посылать. Слушайте, какой поток назад идет. То есть я их заценила, и они у меня назад, прямо такой поток энергии. Вот это и есть умение оценить жизнь и испытывать от него восторг. Я когда-то посылала любовь и за анахатой звездам. Но я очень много практиковала практику на открытие сердца, да, по Клаус Джоу. И там я, в общем, вошла во вкус, да, в такой краш, и там начала всему любовь посылать, да, чтобы в голову приходило, можно же еще сюда любовь посылать, сюда любовь посылать. И стала посылать любовь звездам. И я почувствовала такой мощный поток любви назад. Это просто... Рекомендую, папа. Даже вот как-то в планете, да? Да, да. Это лучше, чем алкоголь выпивать. Или что-то еще однозначно. На это поднимать. Мы уже тут с тобой прям выпрыгиваем, возбудились, да, Люда? От энергии. Давай дальше, да? Ну, давай дальше, да. Хочется же помедитировать. А, еще два принципа и... Да, два принципа и будем медитировать. Принятие себя. Ну, это вот, скажем, принятие себя, это то, что я говорила про безусловную любовь. Вот. Но здесь я выделила, как бы, в отдельный пункт, что себя надо не оценивать, оценить. И точно так же, как мы даем ценность другому человеку, да, мы даем ценность себе. И вот с самоценностью очень многих, очень у многих у нас проблемы. И вот, кстати, на практике будет очень хорошая методика, которую будем давать в конце практику. Именно вот на принятие себя, да, на благодарение себя, на любовь к себе. Очень ресурсная, кстати, техника. Вот так что придете, получите это. И надо понимать, что даже если в вашей жизни буква «Ж» сейчас, да, слово, которое на «Ж» начинается, вот, то это все равно ценно, да, это очень ценный опыт. Вот. И последний принцип – быть проводником. Что я хочу сказать? что… Ну, мы же сейчас очень многие школы, да, и течение говорят, что каждый человек от природы гениален. Я согласна, ребят. Каждый человек гениален. Но случается так, что почему-то у нас очень много эгоизма, да, амбиции и гордыни. И мы начинаем приписывать, если у нас есть какие-то дары, да, мы вот что-то достигли, и мы начинаем приписывать эти заслуги личности. Как только мы начинаем приписывать личности какие-то заслуги, да, которые мы получили от Творца дары, и начинаем приписывать себе, что да, это я такой, вот я такая, допустим, энергоемка, я тут такой экстрасенс, я тут так транслирую эти энергии, я тут Таня Богачева, Я тут главная, короче. Я тут главная, вы все. Я тут звезда, вы все звезды. Поняли, да, как это работает? Вот, поэтому я говорю, я просто канал. Я канал для проявления божественной гениальности. Точно так же, как и все остальные на этой планете. То есть дети просто открытые каналы. Поэтому творец сразу через них и проявляет эту гениальность, да. Потом их начинают ограничивать, начинаются всякие негативные, разрушительные вещи. Но мы должны в новой мерности помнить о том, что личность служит дару божественной, да. То есть личность служит нашей божественной сути. Мы, личность наша, работает над тем, что делает личность, да. Она чему-то учится, она развивается, она там ходит на какие-то тренинги, да. Она там медитирует. То есть она делает какие-то действия, эта личность. Нарабатывает какие-то качества. Для чего? Для того, чтобы этот канал, который проводит божественную гениальность, был чистым. Это не мои заслуги, вот эти энергии. Это просто творец через меня сейчас разговаривает с вами, да. А заслуга моей личности в том, что я трудилась, да, дисциплина в душе была, много всего было в моей жизни. Вот это заслуга личности, понимаете. А дар? Дар от Бога. Кстати, это очень важный принцип, и я хочу рассказать, да, пример, как работает, когда мы его не соблюдаем. Один целитель зарубежный, он обладал таким даром, да, то есть его творец наделил, ну, скажем, да, более корректно. Творец исцелял через него, да, то есть он был проводником, он исцелял конкретно женщину, у которых пропадало молоко. И делал это одним прикосновением. Без раскопок, без сессий, просто одним прикосновением на уровне Иисуса Христа. И что потом произошло? Его эго, да, вот этот разделяющий ум, он стал приписывать эти заслуги, да, эти таланты целительские себе. И что вы думаете, чем это закончилось? Дар пропал, он перестал исцелять, да, потому что вот это эго, оно ставит себе выше Творца. Кто такой создатель? Это я, да, исцеляю. Ну, то есть здесь мы просто имеем дело с несбалансированным эго, которое нужно просто сбалансировать. Ну, всё, Таня, здесь. Да, я просто хочу немножечко вот поэтому добавить, что когда человек в гордыню впал, он сразу получил подключение, да, минус 7, минус 9 там, и всё, минус 5, минус 7, и всё. И, значит, светлая энергия уже, да. Если какие-то, может быть, какие-то вопросы вот такие животрепещущие, посмотри, ладно, мы, может, немножко минут на 10-15 увеличим, и уже что делать? Ну, как быть, понимаете, да, сейчас у нас, да, в общем, информация, да, очень такая интересная прошла, богатая теоретическая информация, да, чувственные знания такие. И сейчас у нас блок ответов на вопросы, нам в телеграм-канале задали несколько интересных вопросов, я зачитаю их, Таня пока ответит. И у вас есть какие-то вопросы, которые пришли по мере прослушивания лекции, да, вот этой встречи, вы можете задать сейчас в чат Зума, да, и я тоже их, ну, и Таня тоже их увидит. Я сейчас зачитаю вопросики, там мне некоторые очень сильно понравились. Давай с последнего начнем, да. Так, Надежда пишет, сегодня услышала, что есть сущность денег, хотелось бы узнать об этом подробно. Про сущность денег. Ну, видите, как, сущность денег, она какую имеет в виду сущность, минусовую или плюсовую, потому что сущность денег, она же может быть в плюсовой мерности, да, и минусовой мерности. Вот, ну, есть, если минусовую верность, мерность брать, то, конечно, есть там демон жадности и так далее, есть денежные демоны. Но сейчас это перестает быть уже актуальным. Мы от этого будем просто вот отключаться на практику, да. Вот, а если брать плюсовую, как бы, суть, я могу сказать, что я когда была в гостиннице бывшей московской интурист, вот, в Москве, и поощущала вот эту вот плюсовую энергию денег, слушайте, она такая вкусная, вот, там, это просто, знаете, такой поток прямо, вот, я вот, если кто-то почувствует, вот такая вот, знаете, мягкая, такая прям наполняющая, вот, я зашла, там, богатый очень, Рэдисон, там, сейчас отели, там, вот, и фонтанчик в поле, и свечи горят, и вот, и вот, и прямо чувствуется, знаете, вот эта вот энергия денег, она была там плюсовая, очень такая приятная. Я тоже как плюсовую ее вижу. Здесь нужно как смотреть, какие чувства и эмоции у тебя, да, вот, как яичко вспоминать, вот, слайд, можете себе заскринить его, там же у нас идут эмоции, чувства и ощущения. И вот смотря, что ты эмоционируешь, ощущаешь, да, и чувствуешь по поводу денег, может, это страх постоянно, что не хватит, может быть, это, вот, знаете, как потребность откладывать, да, и вот ты, как бы, зажимаешь, да, эти деньги, какая-то жадность, может быть, какие-то страхи, переживания и так далее. Либо, наоборот, ты относишься легко к дороге денег, да, и уже, исходя из своих ощущений, вот этих критериев, ты понимаешь, есть ли там у тебя сущности эти негативные или нет. А так, ответ, да, всё есть, да, всё это существует, и от себя хочу сказать. От вашего, да, от вашего отношения, да, и чем вы их наполните, эти деньги? Так, я вижу деньги сверху, да, что это как исключительно позитивная энергия, исключительно позитивно заряженная, да, такой радостью, вот этой жизненностью, да, но омрачена она вот этими искажениями в нашем сознании, да, когда мы ходим в минусовые мерности. Я очень много эту тему исследовала. У меня вот буквально два дня назад, кстати, была как так символичная сессия на тему денег. Я работала с девушкой, и она сказала, что у неё вообще всё решилось, да, когда-то она зарабатывала там большие деньги, там миллионов по пять, да, сейчас у неё, ну, доходы сильно уменьшились, да, и когда она увидела это тоже, вот это состояние, да, что деньги, вот каждая купюра, это как маленький ребёночек, вот этот, да, как у них и пили, да, вот из этой гавайской школы, который как солнышко, да, к тебе летит, и хочет, чтобы ты радовался, ему кайфовал, играл, да, и с кайфом тратил с такой лёгкостью, да, тогда их к тебе летит больше, больше, больше. Но если ты эти деньги берёшь до этих маленьких детей и несёшь куда-то в пространство страха, да, или в пространство гордыни, они начинают там болеть, да, соответственно, они тебе не служат, да, у тебя идёт минус, потому что ты не те чувства, ощущения, состояния испытываешь от взаимодействия с деньгами. Да, то есть, ну, такой момент, он очень тонкий и интересный. Может быть, такой практик, он тоже проведён, кстати. Да, я думаю, что надо. Такой практик. Ещё вопросик. Татьяна Ашиева спрашивает. Добрый день. Есть вопрос относительно воздействия сущности на целителя и его семью при работе с клиентом. Что может этому способствовать? То есть, целитель работает с клиентом, и, я так понимаю, что сущность и своего поля может как-то влиять на целую семью. Ну, вот сегодня же говорила, канал должен быть чистым, да, то есть, если, допустим, клиент попадает на какие-то ваши вещи, на какие-то крючочки, ваши психологические любовки, да, туда, конечно, вы можете цеплять эти сущности. Поэтому надо быть внимательным, но, как бы, есть методы изъять эту сущность, отправить, почиститься. Это же всё есть, и вот завтра, в субботу всё это будем показывать, да. Вот, и, естественно, если вы, допустим, подцепили, не заметили, принесли в семью, то это может и на семью воздействовать, понимаете, особенно если там. Просто надо защиту ставить тогда, если вы не уверены. Про защиту тоже будем говорить, понимаете. Пять методов защиты у нас будет на практике. Пять методов защиты будут, да, ребята. Так, ещё один вопрос, кстати, классный такой жизненный вопрос, Света, чудо Света. У меня вопрос про алкоголизм. В чём его причина? Я слышала, что сущности тому виной. То ли они присасываются человеку, когда он уже алкоголит, тогда что побуждает его выпивать изначально и как его исцелить от этого? Ну, вы знаете, как в основе алкоголизма лежит травматизм, это моё глубокое убеждение, травматизм, нехватка любви, внимания родительского и какие-то программы саморазрушения. На самом деле это медленная программа саморазрушения, понимаете. Вот когда человеку не хватает любви, вот, у него претензии, обиды и так далее, вот он начинает как-то мстить кому-то через такие вещи. Да, потом просто идёт привыкание, сущность уже, понимаете, приходит потом, когда человек начал много выпивать, у него алкоголь встраивается в обмен клетки, понимаете, и там уже начинаются все эти проблемы и алкогольные сущности и так далее. Ребята, это всё работает, это всё лечится, но это нужен глубокий разбор, понимаете, надо исцеление этих. Во-первых, надо желание, желание человека, который хочет от этого как бы уйти, потому что, вы смотрите, мой наставник сейчас Андреас Тисом, он очень известный в Европе и сейчас уже у нас на территории славянских государств спикер, коуч, там богатый человек, миллионер. Он вообще-то 7 лет был наркоманом, понимаете, 7 лет человек был, причём на таких наркотиках, я поняла довольно. Обучался минусовых мерностей. Наркоманом был, обучался минусовых мерностей. Да, обучался, а потом кто-нибудь Робинсу попал, и вот. И сейчас вот такой вот человек уникальный, понимаете, со своей энергетикой, способностями и так далее. Поэтому желание человека, это всё можно как бы исцелить, понимаете. И у меня вот у лично есть пример исцеления. Это, конечно, работа, но при желании можно, надо выбирать программы, травматизм. Сущность алкогольная не проблема. Понимаете, её можно выгнать, но если есть зависимость на уровне клеточки, человек пошёл, опять выпил, опять она плачет. Я могла здесь рассказать немножко, да, на минутку, ну, такой, ну, вот, ценный опыт свой. Я когда только начала эту практику, вот я приехала к дяде, у меня дядя выпивает, наверное, лет 20. То есть у него травма, он как дедушка ушёл из жизни, да, дядя начал пить, и вот до сих пор, вот сколько лет уже, мне, по-моему, 11 лет было, да, когда он ушёл, и он всё это время пил. И я думаю, как ему вот помочь, да, то есть опыта такого у меня не было. Я думаю, просканировать это состояние, дом, да, там что происходит. Значит, я увидела следующую картину. Я увидела, что вокруг него вот в доме, да, где он живёт, там целый город, город просто этих сущностей, и я взяла их все почистила. Но с дядей, естественно, ей не работало. Как и по тета-хилингу ты можешь сущности чистить без согласия, да, и даже не нужно говорить об этом человеку. И что произошло? На следующий день дядя смотрит и говорит такое, что-то я не хочу пить. Говорит, в каком-то я срачнике живу, поеду, говорит, дайте мне денег, я поеду сейчас на строймаркет, куплю новые обои, буду клеить обои. То есть у него реально открылись глаза, он поехал на рынок, купил такие белые бежевые обои. Вот видно, да, что душа проснула бы, хочу в другую среду, да, хочу вот в красоте, чистоте, нежности жить. Говорит, вот это надо сделать, это сделать, там что-то у него, какие-то идеи как по бизнесу. Но это продлилось ровно неделю. Почему? Потому что травму его никто не полечил. Да, то есть я увидела, что от этого есть эффект. Когда ты убираешь сущность, но не убираешь причину, да, на которую сущности пришли, это изначально, да, его глубинный травматизм, вот эта боль его, да, глубинная, то, соответственно, потом эта травма все равно опять затягивает, да, как в воронку такую, да, как в бездну. Он опять вспоминает, что, о, мне там больно, да, и вот эта вот сама травма, а в травме там другая сущность сидит, да, более мощная, чем вот эти сущности алкогольные, да, там, они на самом деле их можно убрать, они вот не представляют собой на тонком плане прям такого вреда, потому что вы все знаете, алкоголики, они очень живучие, да, они могут очень долго пить и жить прекрасно, да, они там могут падать с третьего, там, с какого этажа, да, там от меня от меняют, там ничего у них не происходит, они не ломают кости, да, почему-то. Вот, то есть дело не в этом, там, да, сущности алкоголя их лучше убрать там в конце, уже после исцеления травмы и после того, как ушла та сущность, которая не видна за сущностями алкоголя. Вот так. Ну, тут пишут, что человек начал работать над собой, пьет мало, что травма есть. Ну, да, конечно, вот, если он захочет, так. Травмы, чтобы человек сам захотел. Все реально. Лечили, да. Все реально. Все возможно в этом, в этой вселенной. Есть одно правило, нет? Я исцелила одного героинного наркомана, вот. Я знаю еще случаи, тоже там один наркоман исцелился, но это за счет было чисто женской энергии, потом, когда они расставались, возвращались опять в этом. Ну, на практику, если будет интересно, расскажем. У нас там будет блог про сущности алкоголя, тоже мы поговорим про это. Да, да, да. Даже почистим, погоняем. На болезни, там вопрос, в принципе, вот вопрос еще был по поводу болезни глаз, аналогичный ответ был, аналогичный. То есть под болезнью есть травма, да, если причина эмоциональная. То есть там нужно еще определить причину болезни. И только если причина болезни эмоциональная, да, то есть это психосоматическая, то, да, там есть сущность, да? Да, да. У любой болезни есть сущность, да. Так, у вас вопросов нет, да, те, кто присутствуют? Ну, тогда будем к приятному приходить. Да, мы сейчас делаем медитацию, буквально минутку, да, скажем, расскажем, еще раз напомним. У нас 3 декабря пройдет вот эта уникальная встреча, которая, ну, не будет повторяться никогда. То есть ее можно сейчас пройти онлайн, вживую, да, прийти поприсутствовать, либо пройти потом в записи. Но я рекомендую это сделать все-таки вживую онлайн. Почему? Потому что Таня будет проводить такую уникальную сессию по чистке вот от всех сущностей. Там 9 ступеней у этой чистки. Мы с Таней ее проходили сами, да, мы ее делали вдвоем себе. И она занимает по времени где-то полтора-два часа, да. И структура практикума вот из-за этой чистки, она такая, то, что там не будет сканирования какого-то, не будет раскопок, да, в сессионных залах. Поэтому прийти могут абсолютно все желающие, да, не только вот этой практике, и получить добро, да, получить пользу с этого практикума. Смысл вообще вот этой встречи, да, в чем, Таня? Чтобы перейти вот в эти измерения, да, почиститься и перейти. Почиститься, да, взять ресурс. Смысл, смысл, ребята, в том, чтобы взять ресурс. Вернуть какие-то свои энергетические ресурсы, части себя, фрагменты души оттуда. То есть отключиться от минусовых нервностей. По возможности, естественно, ну, скажем, с одного раза прям все не уйдет, но очень много чего идет. Понимаете? И вы получите, как бы, заряды, и эти чистки, они работают долго, до полугода, ребят. Вот у людей идут и идут изменения. Вот я потом отслеживаю, у них идут изменения после чисток все время. Ну, почему? Потому что сливы прекращаются. Ну, и плюс будет работа со сознанием тоже, потому что мы же много будем чего проговаривать на этом занятии. То есть и сознание будет меняться. Вот. И в итоге у нас будет очень хорошая ресурсная практика. Вот. И мы уже прямо как это уже все вместе и пойдем в новую мерность. Да, в общем, мы с вас, с Татьяной, да, приглашаем на этот практик. Да. Вы научитесь делать такие чистки. Ну, постепенно. Мы научимся делать такие чистки. Это, наверное, кто-то хиле пишет. Значит, девочки, скажу так, что мне пришли просто полномочия сверху. То есть так, как я шла вот по этим измерениям, расширялась, работала над собой, да, мне открывали все новые порталы, приходили высшие силы. И просто они включали мне какие-то способности, в определенный момент они мне дали аспект. Он называется Дурга, да. Это божественный аспект, который, это один из аспектов шахте, которая всегда гоняла демонов. Даже когда Шива не справлялся, он звал Дургу, и Дурга, в общем, гоняла демонов всегда. Вот. И они дали просто вот такие полномочия сверху. То есть ты достигаешь каких-то частот уже, у тебя есть какие-то захлоги, именно перед высшими силами, понимаете, они иницируют. Вот. Но если мы будем в этом направлении двигаться, будем обучаться, то вполне возможно, что у вас будут раскрываться такие аспекты, и вас будут инициировать, может, через меня будут инициировать, понимаете. Вы хотите, да. Это я Татахиле вам говорю, понимаете. Но самому сразу туда лезть я не рекомендую, потому что просто можете поднять такое, что вы не справитесь, и потом, знаете, как это. То есть сущности слушаются далеко не всех. Более того, надо быть очень высокомерным. Ну, не в том плане, не в плане высокомерности, а то есть расширение сознания должно быть на высокой мерности, понимаете. Потому что управление идет на две мерности ниже. То есть с девятой мерностью я могу управлять там из двенадцатой мерности, понимаете. Вот. Но там надо побыть сознанием, надо вот наработать эту мерность. Поэтому недалеко не всем такие способности дают. Сейчас, я думаю, это будет расширяться. Но я не рекомендую самим туда ходить, чтобы не было каких-то этих... Если что, будем обучать дальше. Будете приходить. Нужно лично. Я хочу рассказать, что если просто человек, да, там, попробует, то, скорее всего, что не нравится. Но если это практик, то он справится, да, чтобы там не поднялось, он работает это либо сам, либо с кем-то. То есть, ну, он понимает, что нужно делать. Да. Ну, как бы я не знаю, как в этой практике, да, работает. Программа практик. Да. Да, по программе я сейчас скажу вкратце, что там будет, да, Татьяна даст сначала классификацию сущностей, да, такую подробную. Будете всё понимать, кто откуда берётся, да, зачем, что делает, как распознать. И мы разберём вот 12 основные типы самых часто встречающихся сущностей и будем разбирать признаки, да, вот как понять, что, например, у тебя какая-то вот там была интересная такая вот сущность. Вампир, допустим, да? Да. Какого-нибудь. В общем, там всё разберём по косточкам, какие признаки и как освобождаться, да, самое главное, да. И вы сразу будете слушать, то есть там вот в признаках очень много неочевидного. Я сама когда составляла презентацию, да, я просто думаю, вау, вот это вот вообще я бы сама никогда не догадалась, что вот это признак того, что у тебя там какая-то сущность сидит, там, например, разделённости сознания, да, либо там есть сущности манипуляции сознания. В общем, там всякие разные мы будем разбирать. Я не буду вот названия, да, здесь в эфире произносить, да, ну, придёте, там мы это будем всё поднимать, да, и чистить тут же, да, поэтому здесь я не буду ничего такого говорить, чтобы это не поднималось, да. Ну, там будут всякие темы о зависимости, привязанности, да, вот когда женщина, кстати, часто, да, там привязалась к парню какому-то, привязалась к мужчине, да, там безответная любовь, и вот она страдает, она думает, что это он плохой, но она вообще не думает о том, что это в неё какая-то сущность подселила и просто вампирит этого чувака несчастного, да. Сущности страхов, да, то, что есть там пространство страхов, это вот минус первое, да, измерение травмы и другие. В общем, всё, что встречается в бытовой жизни, да, у каждого человека, мы это разберём. Также Таня расскажет про вот эти теневые структуры контроля, да, как нас контролирует наше сознание божественное, да, чтобы мы не развивались, чтобы у серой, ну, матрицы, да, вот этой старой была энергия, за счёт чего она может жить. Потом у нас будет большая энергетическая числа, это примерно на два часа, я думаю, да, там есть структура у этой чистки, да, конкретная, вы её там можете подглядеть, конечно, да, это никто не запрещает. И плюс ещё мы будем вычищать вместе с Таней то, что будет подниматься у вас конкретно, да, вот в поле будет выходить. Потом мы дадим алгоритм работы, да, как самостоятельно убрать сущность, да, что нужно делать. Дадим пять техник для защиты себя, простых, лёгких, такие экспресс-техники, которые можно делать по необходимости, да, то есть несложные. Там, например, попали на какой-то стадион, да, там, где люди, скажем, агрессивные, да, там от меня от меня, там, не знаю, где-то в час пик вы едете, да, там где-то вот почувствовали какое-то сгущение негатива, да, и вы можете сразу применить эту технику. Либо раз там легли спать, и ночью можете применить технику, если вдруг словили какой-то страх, да, какое-то что-то там раскачило у вас в сознании. И дадим им в завершение медитацию для быстрого вхождения в ресурсное состояние. В общем, приходите, да, если нужны ссылочки сюда, там, я могу скинуть в чат. Если сейчас не надо, да, то можно в телеграм-канале найти, вы можете написать. Так, сейчас мне тут звонят на телефон. Так, ну что, давай медитацию проведем? Конечно. Они же должны сегодня побалдеть. Ради чего это все делать? Да, ради ресурса. Вам ссылочки скинуть на регистрацию, на сайт? Ну, ты, может быть, это сама скинь скинь скинь. Кому надо, да, кому надо, скопируют. Давайте я скину. Там то время сейчас будем терять, пока они там напишут, не напишут. Кто захочет, прийти. Ну да, кто захочет, кому надо, придет. Смотрите, ребята, сейчас будет медитация, путешествие по мирностям. Вот, сходим к белым богам, к гостям, да, белой божественной миры. Сейчас я, значит, прошу вас всех закрыть глазки, расслабиться. Ну, положение можно сидя, только тогда так, удобное какое-то положение. Это может быть поза кучера. Вот, может кто-то уже лежа слушает. Такое тоже бывает. Я не против. Вот, давайте закрыли глазки. Сейчас. И делаем три глубоких вдоха-выдоха. Вдох. И на выдохе волну расслабления в тело. Веточки. Тепло. Расслабляемся. Вдох. Выдох. Еще больше расслабляемся. Отпускаем все зажимчики. Вдох. Выдох. Расслабляемся. Сейчас я попрошу вас поместить свое внимание в сердечную цель. Это середина грудины. Из середины грудины, из сердечного центра формируем луч золотой энергии. Или как получится. Может у кого-то золотой луч не получится. Не важно. Золотой луч энергии пространства между шестым центром и четвертым. То есть между нашим третьим глазом и сердечным центром. Пространство перед собой. А сейчас я вас попрошу из центра головы через точку межброви сформировать луч белого цвета. И соединить его с этим золотым лучом в пространстве в пространстве перед собой. Сейчас мы с вами все вместе формируем белый-золотой шар энергии в пространстве между собой. Между сердечным центром и центром головы. в пространстве перед собой. Формируем шар золотисто-белый или как получается этот шар начинает увеличиваться. Он увеличивается до размеров вашего тела. Дохватывает ваше физическое тело. Вы попадаете в этот бело-золотой свет. Тело тепло, хорошо, расслаблено. шар продолжает увеличиваться. Он увеличивается до размера комнаты, в которой вы находитесь. Сейчас я вас попрошу стать этим шаром энергии. Сейчас вы этот золотой все время увеличиваются чисто шаром. Вы шар энергии бело-золотой, который все время увеличивается. И вы начинаете расширяться до размеров вашего дома, улицей, до размеров вашего города, вашей страны, до размеров планеты земляной, до вы увеличиваетесь и перемещаете в себя всю Солнечную систему. Посмотритесь вокруг ряды звезд. Где-то наверху виден галактический портал, который все время движется по кругу, по часовой звезды. Вы продолжаете расширяться, помещая в себя все звезды, планеты. Приближаетесь к этому галактическому порталу. и прямо через центр этого порта вы видите яркий свет, золотой. И вы сливаетесь с ним, выныриваете с другой стороны и попадаете в золотое пространство. Безусловно, любви дворца. Хорошо, молодцы. Отглятитесь вокруг, вы увидите множество таких же галактических порталов только в вашем центре вы увидите золотое солнышко, вы увидите нашего порта. Идите туда. выходите в золотой свет дворца, испытывая блаженство, доверие в доме. вы окутаны этим блаженством, негой, волей. а теперь поищите глазами круглый портал, из которого вырывается ярко-белый цвет леса. Ярко, как неоново. отец вход белого божественного неба. Потекли туда, потекли, потекли. Итак, мы вошли сейчас в гости в белом воде. посмотрите здесь вокруг. Там и боги, и ангелы. Все скрыли вас приветствуют, все радуются вашему путешествию, все благодарят, что вы зашли к нему воде. И сейчас вы можете потратить время для того, чтобы пообщаться с ним, найти свои родственные души, найти свои правные бабы, свои ангелы, обняться с ним, задать им вопросы, попросить их о чем-то. Почувствуйте их любовь и безмерная любовь. субтитры 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 Да известен на себе Очень приятно Да очень Вот тут пишут что даже божественного мужчину своего встретили в божественных мирах Вот так вот Да Я очень рада Я тоже благодарю всех присутствующих Благодарю что вы вытерпели до конца Вот И дали мне поделиться всем что я за эти годы копила Да Вот Особая благодарность Лея за партнерство за поддержку за обучение Благодарю за прекрасную интересную встречу Жду практику Увидимся в субботу Да Друзья У нас же много рекомендаций Приходите Субботу будет ВАУ Да Если кто-то будет это смотреть потом уже после там запись на ютуб канале я ее выложу то можно будет вот этот практику про который мы сейчас говорим пройти уже в записи да и ссылка будет под видео Вот в записи тоже все будет работать там я думаю что запись будет часов на пять на шесть Да Все друзья отпускаем вас Все мои дорогие да С любовью и благодарности и благодарности Отпускаем вас отдыхать Благодарю тебя Татьяна Благодарю каждого участника в отдельности и всех вместе нас Благодарю Благодарю тоже Татьяна М-м-м.